В Орлёнке снова прошёл Всероссийский волонтёрский форум под флагом доброй воли, организованный благотворительным фондом под флагом добра. В состав экспертов фонда вошли медики, психологи, руководители успешных проектов, известные художники, мультипликаторы, артисты, музыканты, имеющие опыт реализации волонтёрских проектов. Для участия в форуме были приглашены специалисты, которые представили юным волонтёрам «Успешные практики социальной деятельности». Ими стали шесть лидеров из разных регионов нашей страны, победившие в рамках второго этапа межрегионального конкурса инновационных волонтёрских проектов. А это даёт надежду на то, что всё равно мы можем выбраться, даже если мы сейчас в неудачной какой-то обстановке наш родной все. Но если ребёнок с тяжёлой степенью заболевания психиатрии, ментальное нарушение, вот здесь уже началась проблема, сразу педагоги всех ворачиваются. Вот мы их учим, как работать с этими людьми, как находить свой подход. Также мальчишки и девчонки познакомились с опытом волонтёрской деятельности за рубежом, расширив свой кругозор и представление о добровольческой работе. Да, мы действительно здесь впервые, и в Венгрии нет ничего подобного, что мы видим в Орлёнке. Мы по-настоящему потрясены, мы вдохновлены природой, детьми, которые живут здесь и которые посещают различные программы. Всё просто супер. Я занимаюсь так и таким спортом, и автоспортом, а именно картингом. В своей жизни в дальнейшем я хочу связаться, скорее всего, с вооружёнными силами, во-первых, я хотела сказать, что они такие добрые, они уделяют всем нам, детям, так много внимания, и это очень круто. А научили они нас тому, что, ну, вообще, во-первых, нужно быть более раскрепощенным человеком, нужно не бояться говорить об этом, о том, кто ты есть на самом деле, о том, кем ты хочешь стать. Опыт общения достаточно вообще классный, потому что я до этого никогда не общался с иностранцами, и учитывая то, что я сам учу английский язык 9 лет, это замечательная практика для меня будет пообщаться с иностранцами. В своём городе я занимаюсь развитием интеллектуальных игр среди школьников, таких как «Что, где, когда?», «Брейн Ринг». Я очень хочу стать актрисой и выступать на сцене и вдохновлять людей. Если честно, то я как ещё не особо решилась, я решила то, что когда пойду в университет, то тогда уже решу, что мне ближе по душе, чем я хочу больше заниматься. Я просто хочу нести что-то хорошее в этот мир, быть кому-то другом, быть для кого-то поддержкой и также найти для себя друзей в поддержку. Я очень люблю писать музыку, и моя мечта написать песню и выступить с этой песней на огромном стадионе, где будет, наверное, 1200 человек, чтобы оставить, скажем так, след в этом мире. Я уже выступаю в театре, участвую в постановках и сама иногда пытаюсь писать сценарии для них. Был опыт волонтерской работы. Я до этого помогал больным детям и выгуливал бездомных собак. Ну, может быть, не только музыка. Вообще творчество я очень люблю. Так, встали друг к другу. Встали друг к другу и сделали. Кто хочет показать нам? Я, я. Мы начинаем фиксировать эту лангетку, эту лангетку, начиная снизу, начиная снизу, так. В случае, когда человек без сознания, на запястье считать, иногда бывает абсолютно неправильно. Не только неправильно, а безрезультатно. Поэтому на сонной артерии. Так, ищем у себя сонную артерию, друзья. Повернули головочку. У нас есть такая мышца красивая. Стребны, клейдом и стейдейлус. Звучит-то как? Ага. Никто не сходил в медицинский пойти еще? Я надеюсь. Значит так, дышишь, ну, два раза. Выдохну. Носик закрыли. Вот. Поняли, да? Так, хорошо. Особый упор был направлен на игровые формы взаимодействия. Тэгбол представляет собой оригинальное, придуманное в Венгрии, сочетание футбола, волейбола и настольного тенниса. Особенностью этой игры является специальный стол с изогнутыми бортами, позволяющий получить более правильный отскок мяча, а также избежать травм. И для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которым тяжело передвигаться, этот стол очень важен, потому что сразу объединяет несколько игр. Год от года дети все умнее, креативнее, работать с ними очень необычайно, с одной стороны, ответственно, с другой, интересно. Как я заряжаю детей, так и они меня. То есть новые какие-то встречи, новые интересные проблемы, новые стримы. Вот в чем, как бы, вы себе видите, вашу помощь? Во всем. Слушай, это вообще разговор не про что. Во всех трудных ситуациях. В каких трудных ситуациях? Во всех. Нет, друзья, ну, в чем он нуждается? Вот я нуждаюсь в деньгах. Ты мне дашь денег? Не дашь, соответственно. Потому что у тебя их нет. На данный момент нет. Нет, значит, на данный момент, ты, значит, должен сказать, дяденька, я тебе помогу через 10 лет. Влево, вправо, шаг, 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 шаг. Влево, вправо, шаг, 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 шаг. Я пришла вкусно покушать, но я такая леди, знаете, типа... На протяжении многих лет мы работаем именно на форумах и с детьми по программе «Под флагом добра». В этом году ребята оказались очень подобраны по своему стремлению, по своей подготовке, по своей неординарности. И практически на всех занятиях вот именно со мной, которые были отобраны для развития ребенка, оказания помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, пожилым людям. Вы знаете, высказывали свое мнение, составляли свои видения на это и выражали в первую очередь стремление развиваться. И, конечно, ему всегда очень больно, если сочувствие такое жесткое, то есть с пренебрежением, помогая, вы вроде бы колясочкой катите, вроде бы и общаетесь, вроде бы и пытаетесь помочь кормить. Ведь бывает такое, да? И ухаживаете. Может быть, придется и помогать, и белье менять иногда, да? Если вот случилась такая грамма, и вы пришли в медицинское учреждение. Вы немножечко не в таком стиле будете, то есть на ваше психическое развитие многие вещи не подействовали. Только эмоционально-волевая сфера у вас все-таки остается тревожной. Если хочешь работать, то есть вы. Тут, наверное, функционал больше. Нет, не в функционале дело так принято, что везде на телевидении, везде используют там Pro Tools, либо Logix, либо Cubase. Современная музыка, она примерно, ну, там, 115-120, сейчас такой темпорит музыки. Я вижу, ты хочешь сейчас начать, так круто, это же наше. Ну что ж ты стоишь, давай танцевай, двигай тело, не надо стесняться. В рамках программы «Акселераторы социальных проектов» мы ставили перед собой такие задачи, как обучение волонтеров грамотно планировать спортивные, творческие, интеллектуальные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом их физических особенностей. Учитывая именно эти аспекты, составлялась программа волонтерского мероприятия. Мы волонтеры по плату добра, по плату добра, по плату добра! Мы волонтеры по плату добра, по плату добра! У-у-у! Продолжение следует...